Сегодня мы немножко отвлечемся от темы закупорки и будем засаливать сало с прорезью. Что нам до этого понадобится? Нам до этого понадобится соль, чеснок, сало. Итак, приступим. Вот такой вот качественный кусочек сала удалось взять. Почему я снимаю это видео? Я смотрел, как говорится, всякие рецепты и после засолки сала, оно всегда получалось как бы сало нормально, зато мясо рапа, пересолено. Ну и что мы сделаем, чтобы такого не случилось? Делаем следующее. У меня кусочек сала 650 грамм. 650 грамм. Я его делю сразу на 4 части. Вот такая вот красота. И этот кусочек тоже мы делаем так же надпополам. Все. Теперь сала наша готова, отлично. То есть мы его засолим таким образом, чтобы вы могли потом и покушать его, а так же сделать или зажарочку на нем, или же жарить как кошечку, чтобы вот этот слой мяса не был у вас пересолен. Что мы делаем дальше? Берем чеснок. Выдавливаем его в соль. Соли из расчета на 1 килограмм сала 100 грамм соли. То есть сейчас у меня 600 грамм сала. Я беру 60 грамм соли. И 2 зубка чеснока. Теперь соль сразу не засаливаем сало, а перемешиваем ее с чесноком. То есть вот я высыпаю сюда кастрюльку и перемешиваю соль сразу с чесноком. По желанию, кто хочет, может добавить перец. Сразу перец, как говорится, в данном рецепте он не нужен. Теперь укладываем сюда наше сало. Обмакиваем его хорошенечко. Следующий кусочек. Ну вот, засолили мы его. Сверху хорошо натерли солью с чесноком. Теперь мы его убираем в холодильник. Убираем в холодильник ровно на сутки. И завтра мы его достанем. Так, ну вот, прошли ровно сутки. Наше сало засолилось. Отличный запах. Так, теперь берем горячую воду в кастрюльке вот так вот и смываем всю соль. И все. Если сало передержите, опять же, то мясо возьмет много соли и будет соленым. Вот, поэтому, как я и говорил, на один килограмм сала с прорезью. Вам нужно сто грамм соли и где-то три зубочка чеснока. Вот. При этом, сейчас вот мы смыли с сала соль, но этот запах чесночка, он все равно останется. Вот, запах чесночка все равно есть. Вот, так, вот смыли крупную соль. Теперь. Так. Теперь нам надо сало это промокнуть салфетками. То есть, удалить с него лишнюю влагу. После того, как мы убрали с сала влагу, дадим ему проветриться пять минут. После этого разложим по кусочку в пакет и убираем в морозилку. Либо на тарелке в морозилку. Кому как больше нравится. Вот, такой простой посол сало с прорезью. Ну, очень вкусный. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на канал. Субтитры подогнал «Симон»!